всем добрый день робототехника как инструмент познания истины какая какая взаимосвязь вот казалось бы да у робототехники и истины я тоже задавался этими вопросами но дело в том что за 9 лет работы робототехники масло маслины мы пришли к выводу что все-таки есть у нас чему поучиться у роботов в этом самом вопросе понятия истины чуть позже вы поймете а слова мы я сказал не случайно поскольку на самом деле любая робототехника это есть всегда плод работы большой многодисциплинарной команды такой команды которая создает роботов фармдроидов автоматизация теплиц где можно поиграть веселого фермера кто из нас в него не играл но правда вырастить вполне настоящие огурцы помидоры или салат команды создающие любой сложности дроны беспилотники и даже создает их из детских обручей так что не торопитесь выбрасывать свои детские обручи они еще могут пригодиться команды создающие марсоходы которые могут провести для вас экскурсию в планетария или поднять вполне настоящие полтора килограмма ну или даже шедевры искусства аккуратно эта картина за вами следит никуда не расходитесь но чем больше мы занимались робототехникой в прямом буквальном смысле то есть созданием роботов тем больше мы понимали что робототехники есть что нам рассказать более глубоком понимании в когнитивном плане то есть плане заставить наши шестеренки в голове крутиться и сформировали для себя три принципа робототехники которые пронизывают всю робототехнику и является фундаментом ее поднимите руку кто сейчас подумал трех законах азика азимова вот вот речь пойдет совершенно не про них и те кто их не знают не расстраивайтесь на самом деле это три противоречия друг другу закона все робототехники воспринимают их как шутку и которые хорошо используют там разве что в фильмах или литературных произведениях на самом деле есть три других принципов фундаментальных которые пронизывают всю робототехнику и именно они могут нас подвести к пониманию той самой истины в понимании этих вопросов нам поможет робот георгий не спешите встречать его по одежке он сделан из лего из казалось бы игрушки поднимите руку кто в детстве играл в лего ну кто из нас не играл в лего но оказывается представьте себе можно сделать из лего казалось бы игрушки вот такого интересного робота который может посостязаться с большими железными дядями роботами и даже их выиграть итак первый принцип робототехники сенсорика дело в том что все роботы существуют в реальном мире и это очень важно мы будем к этому возвращаться и обладает обратной связью с этого самого реального мира с помощью органов своего восприятия роботы имитируют животный мир от паучка дельфина до нас с вами людей и подобно тому как у нас есть органы восприятия эмпирические зрения слух ну так и у нашего робота в данном случае есть ультразвуковой дальномер что-то вроде парктроника на машине есть вот такой вот датчик цвета который определяет сюрприз цвет внутренние сенсоры операционной системы внутренние таймеры и внешне мехатронный скелет с его моторами который позволяет ему двигаться ну что давайте что-нибудь считаем например цвет этого яблока ну давайте я спрошу вас как вы считаете какого цвета яблоко на сцене наверно зеленого кто не считает по-другому но только без так сказать приколов да ну на самом деле действительно что если кто-нибудь скажет что цвет яблока синий например или что делать с дальтониками которые видят весь мир совершенно в других цветовых оттенках пока поставим вопрос на паузу и считаем это цвет яблока с помощью нашего сенсора ведь он робот он объективный и кстати мы робототехники доверяем роботам намного больше чем людям ну что попробуем так не слышно три раза робот считал яблоко синим для него теперь ошибки быть не может и он навсегда будет уверен что это яблоко синие даже через год в разговоре со своими друзьями быть может с роботом марсоходом или с роботом дроном он будет им рьяно доказывать знаете у вас есть такие друзья прямо с пены у рта доказать что это яблоко синяя хотя сам себе он никогда это не вспомнит когда он сам себе даже это доказал это очень важное свойство попытаться сначала доказать самому себе но это же логическое противоречие мы видим что яблоко какого-то вполне определенного цвета а все остальные сенсорика ну значит либо сломана либо ну удальтоников скорее всего она сломана до в каком-то виде вот не обижайтесь но весь остальной мир воспринимает и вот так и все сенсоры воспринимает вот так мы не в данном случае смотрите поставим пока снова на паузу этот вопрос обещаем его попробуем решить но важно понимать первый принцип робототехники не в прямом смысле не в буквальном как и саму робототехнику здесь мы воспринимаем не только эмпирическими своими сенсорами на слух на нюх на цвет мы еще воспринимаем внешние знания данные книги статьи видео и все абсолютно в первом по принципу по первым принципу робототехнике абсолютно все подвержено этой самой засветки сенсорики очень простой пример как вы считаете летали американцы на луну поднимите руку кто считает что летали так кто считает что не летали все в голливуде снято видите у нас здесь примерно пополам все разделилось но как так может быть ведь истина 1 американцы либо летали на луну извините тогда одна часть аудитории не права либо они не летали на Ну, тогда они права другая часть в интуиторию. Как наше восприятие играет с нами такую злую шутку? Давайте разбираться. Наша призма восприятия растет вместе с нами, растет из наших почемучек, из детства, из решения задач в школе, из вуза, из общения с преподавателями, из общения со сверстниками и, в принципе, из общения с природой, когда мы рассматриваем цветочки. И вырастая, становится нашим слепком, нашим вторым повторением нашего «я». И помогает нам воспринимать весь внешний мир. Или, скорее, мешает воспринимать внешний мир, как фильтр в машине, который забивается информационным шорами, информационным мусором. И, скорее, мешает нам воспринимать внешний мир объективно, в первозданном виде, так, как он и был задуман. И зачастую мы воспринимаем только то, что хотим воспринимать на самом деле, а то, что вкладывается в нашу матрицу познания. А то, что мы не хотим и нам не очень приятно, мы не воспринимаем. Но, друзья, так мир не устроен, природа так не устроена. Если закон тяготения не будет вас спрашивать, воспринимаете вы его или нет, если вы поскользнуете на льду, вы упадете, кто хочет, может проверить, выйти на улицу. Цвет яблока не поменяется в зависимости от вашего восприятия его. А американцы не перепишут историю, если вы воспринимали их полет так или иначе. Они, конечно, этим занимаются, но не в этой ситуации. Итак, первый принцип робототехники учит нас выкинуть этот грязный фильтр, очиститься и попробовать воспринять внешнюю ситуацию в первозданном объективном виде, как она есть. Ну что, попробуем это сделать? Так, считываем чуть поближе. Так, уже поближе лучше. Yellow, желтый. Так, зеленый. Давайте со всех сторон считаем. Ага. Теперь со всех сторон яблоко зеленое. И из картинки, где мы ошибочно посчитали яблоко синим, мы получаем вот такую замечательную картинку цветную, где 90% времени яблоко зеленое. Фух. Уже первый принцип нам начал помогать. Спасибо, Георгий. На первой фазе ты нам помог. После этого тут же должна следовать вторая фаза. Нам нужно проанализировать накопленный материал и сделать перекрестный анализ. На самом деле слово перекрестный уже означает, что мы должны собрать большой массив информации. Не только одну статью, не одно видео, которое нам что-то рассказывает или доказывает, и которое, скорее всего, нам нравится, но и 3, 4, 5, 10 остальных источников, которые, возможно, даже нам не нравятся. Но подождите, давайте честно сами себе признаемся. Часто ли мы читаем не только одну статью или видео, которое нам нравится? Часто ли мы читаем 3, 4, 5, 10 книг, видео, статей, которые нам не сильно нравятся, но для объективности они нужны? Часто ли мы вчитываемся в статью, где мы делаем критический анализ и пытаемся ее понять и осознать? Да часто ли мы вообще читаем дальше, чем просто заголовок? Друзья, а ведь мы делаем вывод, вывод, на самом деле, построенный на неполноте знаний, если по-научному, но на самом деле делаем, скорее, вывод на полном незнании ситуации или, скорее, вывод делают за вас, за нас. Подумайте про это. А между тем, я уже успел вас обмануть. В первой фазе робот не имел права делать вывода, он должен был только накапливать информацию, а он его делал, 90% времени он считал яблоко зеленым. На самом деле так датчик цвета не работает, давайте разбираться. Датчик цвета посылает, на самом деле, три пучка цвета на яблоко, синий, зеленый, красный по очереди, и считывает яркость их отражения обратно на свои фоточувствительные элементы. И строит вот такую многомерную спектральную картинку, где черт ногу сломит, но можно все равно найти определенные уплотнения, проанализировать и понять, какого же цвета яблоко. А на самом деле цвет яблока зеленый – это лживое утверждение, поскольку яблоко впитывает в себя все абсолютно цвета, кроме зеленого. Зеленый отражает обратно нам в сенсор. То есть яблоко любого другого цвета, кроме зеленого. Яблоко антизеленого цвета. Мы в итоге пришли к ситуации, что наша ценность пересмотрена, знание пересмотрено вплоть до противоположного. Черное стало белым, белое-черное. И на самом деле надо копать, копать в глубину знаний, пока мы не докопаемся, не постучим до фундаментальных тектонических плит познания. Сейчас объясню. Вот в робототехнике мы делаем, допустим, робот-пылесос, который не должен упасть с лестницы. Или делаем робот-дрон, который должен взлететь и принести нам лекарство, например, или яблоко. И мы боремся с фундаментальными законами, эмпирическими, настоящими законами, которые невозможно подделать или обмануть. Мы боремся с законом тяготения, мы боремся с законом сохранения энергии, мы боремся с турбулентностью низких слоев атмосферы, мы боремся с электродвижущей силой, с короткими замыканиями, с засветкой сенсоров, с прокруткой моторов, с люфтами и прочими-прочими законами. Теми законами, которые есть истина. Истина в последней инстанции, и ее невозможно, знаете, обмануть, написать ЕГЭ хорошо. Невозможно. Это законы эмпирически существуют. Ведь правда, задняя стенка холодильника всегда будет горячей в любой квартире, любой страны мира, вне зависимости от политики этой страны или мнения граждан этой страны. Закон тяготения всегда будет притягивать строительный подвес на любой стройке. От стройки древнеегипетских пирамид до современной стройки в Лиссабоне, Гуанчжоу или в Новосибирске. Зима будет сменять лето, а лето-зиму вне зависимости, хотим мы того или не хотим. Кто хочет, опять же, выйдите на улицу, убедитесь. И это и есть истина. Но правда, к этой истине вовсе не обязательно прикасаться только с помощью робототехники. К ней, конечно же, раньше не существовало робототехники, но люди как-то поднимали эти фундаментальные законы. Но робототехника в этом смысле довольно удобная дисциплина, потому что она соблюдает себе минимум 7 дисциплин. От мехатроники, схемотехники до физики, математики и программирования. Извините, программисты, но вы часть робототехники, поскольку у нас надо программировать на 15 языках. Как минимум. И познает эти все дисциплины в единой взаимосвязи, в единой системе. Недостаточно просто знать математику или физику, надо познавать это все в единой системе взаимосвязи и видеть эту всю красоту формулу, спрятанную внутри мира. А также в робототехнике она практикоориентированная, и в ней нету, знаете, такого преподавателя, который скажет, садитесь 2, вот вам 5. Молодец. В ней есть единый критерий истинности. Либо ваш робот-пылесос падает с лестницы, идите дальше изучайте. А робот-дрон ваш либо доставляет вам лекарство, значит вы что-то поняли, либо нет. И в любом другом случае идите, изучайте, вы не докопались до истины. Это очень тяжело. Но цена того стоит, ведь если вы до нее докопаетесь, условно нео, увидите обратную сторону матрицы. Вы увидите фундаментальный, замечательный мир, мир полных взаимодействий, где все со всем связано, от биологии, химии до математики, физики, где синус и косинус условно оживают, где вы не сможете пройти мимо полянки, забыл, как называется это растение, мимо полянки с огурцами, допустим, и не увидеть в них числа фибоначи вы не сможете. Друзья, и только тогда, только тогда вы сможете положить весь накопленный информационный багаж в первой фазе, чисто, как слеза младенца накопленный, надеть шляпу детектива, провести перекрестный анализ, найти в них логические непротиворечия, вы всегда найдете, вы удивитесь, как много все противоречит друг другу, но и одновременно найти в них некие взаимосвязи фундаментальные, под лупой фундаментальных законов их рассмотреть и понять, где же истина, и сделать истинный вывод. Фу, непросто. Друзья, друзья, но и это все не важно, это все не важно без третьего принципа робототехники, без созидательного. Мало просто понять, где истина, где ложь. Вы должны скрепить элемент истины с элементом созидания ваших рук, вот этих вот самых рук, тогда вы получите бесконечную энергию в руки, энергию предпринимательства от слова, предпринимать, что-то делать, спасать планету от рака, от метеоритов, от болезней и прочего. Энергию, с которой готова переворачивать города. Энергия, с которой вы навсегда, никогда не вспомните, что такое прокрастинация или эмоциональное выгорание. Энергия, которая из меня превратила из мальчика в шортиках, быть может, я и сейчас мог бы быть в шортиках, в большую команду из трех тысяч энтузиастов, которые готовы создавать роботов любой сложности, и создают их, и обучают при этом 30 тысяч, как мы шутим, ребятишек от 5 до 40. Ведь робототехники, на самом деле, все возрасты покорны. И мы делаем это в 48 городах, в 7 странах мира, и это только начало, только начало. Друзья, и очень важно сделать это именно сейчас, именно сейчас, в эпоху информационного изобилия, ведь информации так много, так много, как в ней все разобраться, кто врет, кто лжет, где пропаганда, но ведь ее и так и много, как воды в канализации, много ли ее можно попить, здесь надо быть очень аккуратным. И если кто-то из вас подумал, что вот это все очень здорово, умно, и существует только, эти три принципа существуют только в робототехнике или в какой-то специальной лаборатории, лаборатории по извлечению истины, то нет, вовсе не так. Вы можете применять все три принципа в вашей каждый день, в вашей каждой повседневной жизни. Ведь вы каждый день читаете книжки, получаете статьи, смотрите видео, получаете какую-то информацию. Сейчас приведу к очень простой пример. Как-то в пятом классе нам учительница по истории сказала, что ее предмет, историю, скорее всего, отменят, а мы будем изучать историю по фильмам, сериалам. Ну, это была шутка, мы вообще с улыбкой восприняли эту шутку, думали, здорово, можно запустить попкорном и как бы не думать, не испытывать когнитивную боль, боль, когда крутятся шестеренки в голове, и что-то изучать. Но знаете, сейчас стало не смешно, не до смеха. Не до смеха стало тогда, когда я в разговоре со сверстниками или даже со взрослыми, готовыми, упакованными, умными людьми, мне начинают рассказывать историю, например, историю нашей родной страны по фильмам вроде «Викинг», «Матильда», «Адмирал» или сериалам «Чернобыль». Но, друзья, попробуйте именно здесь применить эти три принципа, прочитать больше, чем один источник, надеть на себе шляпу детектива, это же такая ролевая игра, разобраться, где истина, где ложь, попробовать все под микроскопом посмотреть, снять с себя шоры, но и одновременно провести критический анализ. И вы удивитесь, результаты вас удивят, ведь это же, эти поиски истины, это и есть самая интересная книга, самый лучший фильм, самый лучший сериал. И хочу закончить словами инженера Купера из фильма «Интерстеллар», обращенный к своей дочери, Мёрф, если хочешь разобраться, действительно хочешь разобраться, копай глубже, исследуй, анализируй, действуй, и, быть может, кто-то из вас станет той самой Мёрф, которая однажды докопается до истины и спасет этот мир. Спасибо. Друзья, если кто-то из вас подумал, что мы справились с такой простенькой задачей, как цвет яблока, то вы ошиблись. Все это время яблоко было красным. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.